Заключён под стражу, Наринмарский городской суд избрал меру пресечения в отношении начальника отдела капитального строительства «Централизованный стройзаказчик». Имена кандидатов станут известны в июле. В регионе продолжается подготовка к думским выборам. С итогами дня в студии Ирина Цепетова. На 1984 году ушла из жизни заслуженная учитель России Тамара Андреевна Дуркина. Департамент образования, культуры и спорта Нинецкого округа и лично вице-губернатор Галина Медведева выражают искреннее соболезнование родным и близким в связи с кончиной талантливого педагога, краеведа, литератора и истинного патриота Нинецкого автономного округа. Тамара Андреевна родилась 2 ноября 1932 года в селе Усть-Цильма Куми-Республики. Ее трудовая деятельность началась в августе 1951 года в школе села Оксино, где молодой учитель преподавала литературу и русский язык. Педагогическая карьера продолжилась в вечерней школе Наринмара. Более 40 лет посвятила Тамара Андреевна своей альмаматер Наринмарскому педучилищу. Помимо уроков литературы, она вела занятия драм-кружка для студентов, сама писала пьесы. Творческий человек, она много лет была активным членом клуба любителей литературы при Нинецкой центральной библиотеке имени Печкова. Последние 9 лет работы Тамара Андреевна руководила работой музея колледжа. Общий ее педагогический стаж составил 59 лет. Прощание с Тамарой Андреевной Дуркиной состоится завтра, 7 июня, по адресу улица Ленина, дом 23А, квартира 10, с 11 до 13 часов. Напомню, Тамара Андреевна ушла из жизни на 84-м году жизни. Наринмарский городской суд избрал меру пресечения в отношении начальника отдела капитального строительства централизованного стройзаказчика Нинецкого округа Анатолия Волошина. Он заключен под стражу до 1 августа, сообщается на сайте суда Нинецкого округа. Напомню, Анатолий Волошин был задержан 1 июня на крыльце собственного дома сотрудниками регионального управления ФСБ Пархангельской области. В его действиях усматриваются признаки состава преступления – получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в крупном размере, совершенные с вымогательством. По версии следствия, взятку размером почти 500 тысяч рублей Волошин получил от руководителя московской компании за приемку работ в строящемся здании молодежного центра в Наринмаре. Уголовное дело возбуждено также в отношении директора акционерного общества, который дал взятку. Применение нормы федерального и окружного законодательства при проведении выборов депутатов Государственной Думы. Круглый стол под таким названием состоялся в суде Нинецкого округа. К участию были приглашены все заинтересованные лица – главный федеральный инспектор, сотрудники избирательной комиссии, прокуратуры и правоохранительных органов. Выборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября 2016 года. В преддверии большого политического события в суде Нинецкого округа решили обсудить особенности проведения предстоящей избирательной кампании. По сути дела все структуры, которые сегодня у нас приглашены, которые участвуют, своей целью прежде всего имеют соблюдение законности при проведении выборов. А соблюдение закона при проведении выборов – это гарантия честных выборов и отражение, скажем так, воли народа при проведении выборов. В отличие от думских выборов 2011 года, нынешние имеют ряд особенностей. В частности, возвращается смешанная, мажоритарно-пропорциональная система формирования Государственной Думы. То есть 225 депутатов будут избраны по опорциональной системе, то есть по партийным спискам. И, соответственно, 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. В среднем норме представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка полумиллиона избирателей. В связи с этим при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектам федерации, как Ненинский автономный округ и Чикотский автономный округ, в качестве исключения было выделено по одному одномандатному округу. Это значит, что 18 сентября этого года жители Ненинского округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могут пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самовыдвиженцев. Последние должны собрать для этого не менее трёх тысяч подписей. Их достоверность проверит избирательная комиссия. Основные кандидаты-одномандатники – это будут подвиженцы от партии. Июнь месяц, я думаю, пройдёт относительно спокойно, потому что ещё не опубликован указ президента о назначении выборов. Съезды партий, которые должны будут состояться по выдвижению, они состоятся вторая половина июня, может быть, даже ближе к концу июня. И, соответственно, уже после прохождения этих съездов кандидаты поедут в регион и будут представлять документы для регистрации в комиссии. Июнь месяц будет наиболее жарким, так как в июле месяце у нас уже должны быть осуществлены все основные действия, связанные с регистрацией кандидатов. За соблюдением избирательных прав граждан в период проведения выборов будет следить прокуратура Неницкого округа. Рассмотрение заявлений и жалоб, связанных с нарушением окружного и федерального законодательства при проведении выборов, будет осуществлять суд Неницкого округа. Ирина Цепитова, Телеканал «Север». В регионе началось трудовое лето для подростков. Первую смену работников принял чистый город. Рабочий день начался с инструктажа. В Госстройжилнадзоре подвели итоги первого года работы системы лицензионного контроля управляющих организаций. Напомню, с 1 мая 2015 года все управляющие компании в регионе начали работать на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. С указанной датой их работа проверяется инспекцией в форме лицензионного контроля, имеющего свои законодательные особенности. Право управлять многоквартирными домами на территории Неницкого округа сегодня имеют 19 управляющих компаний. Все те, кто остался на рынке, несмотря на ужесточившиеся требования законодательства. Лицензия на право управления дается бессрочно, но и в случае грубых нарушений забирается навсегда. Законом создано несколько препонов на случай создания так называемых клонов управляющих компаний. Должностные лица управляющих компаний, которые получают лицензии, проверяются на отсутствие судимости и на отсутствие в реестре дисквалифицированных лиц в налоговой инспекции. Система лицензионного контроля управляек уже показала свою эффективность. По словам исполняющего обязанности начальника инспекции госстройжилнадзора Сергея Абрамовского, жалоб жильцов в ведомство стало меньше, а нарушения управляйки стали исполнять всё охотнее. Это напрямую связано и с тем, что с прошлого года были увеличены штрафы за невыполнение предписаний инспекции об устранении нарушений. В административный кодекс внесены были изменения, которые подняли планку штрафных санкций за невыполненное предписание. А если раньше это было, как я сказал, от 10 до 20 тысяч, сегодня это от 200 до 300 тысяч. Помимо этого, если управляющие компании не выполняют предписания, то после того, как мировой суд их дважды в течение года выносит такие решения, управляющая компания теряет право управлять этим домом, где она допустила такое нарушение. Продолжая тему жалоб, сотрудники инспекции отметили, что больше всего жильцы многоквартирных домов недовольны суммами в квитанциях на квартплатум. В большинстве случаев эти жалобы обоснованы. В инспекции проверяют правильность начисления и получается, что управляющие компании допускают нарушение правил расчёта оплаты. Это касается всех услуг – водоснабжения, электроэнергии, отопления, общедомовых нужд. Не всегда, допустим, снимают правильные показания приборов учёта. Не всегда применяют правила, которые необходимо применять в данном случае. То есть, упрощают себе, грубо говоря, работу. Например, когда нужно рассчитывать, допустим, по средним месячным показателям, они ждут, когда жильцам снова подаст показания приборов и так далее. В целом, по итогам года, Госстройжилнадзор наметил положительную динамику в работе управляющих организаций на территории региона. Для этого инспекция налаживает обратную связь со всеми субъектами в сфере управления многоквартирными домами и хочет того же от управляющих компаний. Наша цель, чтобы жильцы, как потребители услуг и управляющие организации, как исполнители этих услуг, они, чтобы нашли между собой общий язык, чтобы умели договариваться между собой. Какие-то спорные моменты, какие-то несогласия, чтобы они решали это не через органы власти, не через суд, а между собой договаривались. Для этого с июня этого года Госстройжилнадзор начинает серию выездных приемов граждан непосредственно в офисах управляющих организаций. Так, оперативно, в присутствии сотрудников ведомства и представителей управляек, не подавая жалоб, можно решить накопившиеся проблемы. Первый такой прием пройдет 8 июня в управляющей компании службы заказчикам. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Привлекация фирмы-подрядчики, в штате которых есть квалифицированные асфальтоукладчики и дорожники. Вскоре строители приступят к укладке пешеходных дорожек в районе микрорайона «Факел». Кроме того, продолжаются работы на участках полярной рыбников, рыбников, центральные честные сооружения. Завершить их планируют до 1 августа. Кроме того, предприятие планирует принять участие в тендерах и выполнить государственные заказы по ремонту и строительству и других дорог в регионе, что даст возможность в разы увеличить производительность асфальтового завода. Весь необходимый материал для производства смеси предприятие закупило ранее. В летние месяцы планируют поставить еще небольшой объем. Сегодня выпускники Неницкого округа сдали ЕГЭ по профильной математике. Заявление на участие в едином государственном экзамене подали 164 выпускника из Наринмара и окружных сел. Для проведения экзамена задействовано три пункта на базе 1-й и 5-й городских школ и школы села Тельвиска. Там же 2 июня 255 выпускников сдавали экзамен по базовой математике. Математика – один из двух обязательных предметов, который выпускники школ должны сдать для получения аттестата. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет получить аттестата в окончании школы, а также подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний. Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов. Экзаменационная работа по профильной математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Установленный минимальный балл по математике профильного уровня составляет 27 баллов из 100. Результаты будут известны не позднее 21 июня. Для подростков Нинецкого округа началось трудовое лето. В этом году на время летних каникул планируется трудоустроить 500 школьников и студентов. 150 из них будут трудиться в чистом городе. В свой первый рабочий день ребята отправились на лыжероллерную трассу для сбора мусора. Вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Для 14-летнего Александра Михайлова это первый опыт и удивительная возможность заработать свои первые деньги и потратить их на то, на что он захочет. Вместе с Сашей уже не в первый раз на работу пришел Евгений Ершов. Но помимо материальной составляющей, у подростка есть и другие цели. Выбираю, помогаю облагораживать лес. Здесь будут осенью проходить игры по скандинавской колебе. Мы помогаем здесь облагораживаться. Такие благородные цели, как приборка и облагораживание своего города, преследуют почти все ребята. Организаторы отмечают, помимо целей дать возможность подзаработать деньги, главное – это привить любовь к своему городу и пробудить желание делать его чистым и красивым. Сегодня у нас праздничный день, можно сказать. Сегодня начинается трудовая неделя нашей молодежи, школьников. У нас сегодня 50 человек. Многие из них впервые выходят на трудовую тропу, делают приятные для города. Будут заниматься озеленением, уборкой территории. Будут подавать пример старшим, как нужно бороться за наш прекрасный город арктический. Обеспечить безопасность ребят во время работы – немаловажная задача. Именно для этого в первый рабочий день ребята прослушивают водный и первичный инструктаж по технике безопасности и правилам поведения в общественных местах. Сегодня у нас первый день, ребята вышли на работу, первые 50 человек. Мы сейчас прошли инструктажи, водные и первичные инструктажи. Это то есть правила поведения на объектах благоустройства, местах общего пользования и так далее. То есть рассказали там, как себя вести необходимо, чтобы соблюдались все меры безопасности. Также познакомили с так называемыми воспитателями, которые будут курировать работу детей и которые будут следить за безопасностью детей. Постоянно от них отходить не будут? Они всегда будут находиться на протяжении всех четырех часов? Нет. Постоянно будут находиться с ними, да. Также мы ребятам выдали сигнальные жилеты и перчатки для работы. И кроме этого у нас еще выданы мусорные мешки. Программа временной занятости способствует сохранению стабильной ситуации на рынке труда. Является профилактикой детской безнадзорности и правонарушений. Как и в прошлом году, каждый подросток за полный рабочий месяц получит не менее 13 тысяч рублей. Работодателям, организовавшим временные рабочие места для несовершеннолетних, будет осуществляться возмещение затрат по выплате заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и приобретение трудовых книжек для временных работников. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Грядут праздничные выходные. 12 июня страна отметит День России. На Маратсеи пройдет митинг-концерт. Ненецкий округ принял участие в международной сетевой акции «Читаем Пушкина на разных языках». Ее организаторами выступили специалисты Хасавюртовской центральной городской библиотеки имени Расула Гамзатова из Дагестана. Они пригласили ценителей литературы из разных стран прочитать переводы стихов великого поэта на свой родной язык. На призыв библиотекарей Хасавюрта откликнулись их коллеги, а также педагоги и общественные деятели из шести регионов Российской Федерации и 19 зарубежных государств. 37 пушкинских творений прозвучали на 26 языках, в том числе на греческом, арабском, французском, хорватском, татарском, удмуртском, португальском и других языках народов мира. Артистки Нинецкого самодеятельного театра «Иллипт» Серафима Дуркина и Надежда Талеева из Новинмара прочитали отрывок из сказок Пушкина о царе Салтане и о попе и работнике его балдеев, переводен на нинецкий язык Антона Пырерки. Общегородской семейный пикник «Открытие сезона». Семейный праздник под таким названием прошел на базе Центра арктического туризма. Организатором выступил региональный центр молодежной политики. Каждый присутствующий нашел что-то для себя по интересам. Для увлеченных космосом – сферический кинотеатр, для тех, кто любит мастерить своими руками – мастер-классы от «Чудо-ручек», для любителей активного отдыха – спортивные конкурсы, площадки и катания на лошадях. Россиян впереди ждут три выходных дня. 12 июня празднуется День России. Причина добавления одного дня в том, что праздничный день попадает на воскресенье. В результате нас ждут три выходных подряд с 11 по 13 число. Напомню, праздник отмечается с 1992 года, а дата 12 июня выбрана, так как именно в этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Российской Федерации. Интересно, что День России многими гражданами воспринимается более широко. Так, исходя из социологических опросов, более трети россиян называют его Днем независимости. На Ринмаре в праздничный день пройдет митинг-концерт «Славься Россия». Такова была информационная картина этого дня. Далее прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова